Некрополь призрачной луны фармят значительно реже других донжей. Причиной этому служит то, что это подземелье никогда не дает расслабиться. Даже если вы находитесь в инвизе, вы всегда должны быть на чеку. Пачки ходят рандомно, весь трэш постоянно в движении. Они уменьшают ваши хп, замедляют и даже швыряются ваншотами. Но ведь это не помешает нам поформить его, верно? Берите слизи ттм, ставьте настоящее время и не забудьте, что если вы идете в соло, за закрытие одного донжа вам положено все 4 шмотки. В таверну можем не идти, так как Некрополь это единственное подземелье, на которое не Делика в гарнизоне. Но есть еще одна трудность. Если Орде достаточно просто приехать в долину и зайти в крепость Траданий, для Альянса она будет закрыта. Дверь в локацию с данжем не откроется, пока вы не сделаете сюжет. Поэтому, если вы очень ленивы, лучше будет перепрыгнуть препятствия своими обилками, либо попросить друзей засумонить вас. Последнее, что хочется отметить, в этом данже очень желательно воспользоваться драгоценным кольцом искривого шипа, которое введет вас в инвиз. Это существенно ускорит прохождение. Наконец, приступаем к Некрополю. Как всегда, представляем маршруты для инвизников и простых смертных. Инвизник проскакивает все паки, вплоть до босса. Единственное препятствие это паучки, между которыми нужно мансить. Если же вы без инвиза, возьмите кольцо и бегите сквозь все пачки, стараясь получать минимум урона и захиливая свои повреждения. Раньше, падая в яму, вы сбрасывали весь трэш. Но теперь это так не работает. Потому не расслабляйтесь. Бегите изо всех ног к Садане. Перед Саданой используйте кольцо, захиливаетесь и вступаете в бой. Инвизер нажимает тотем, а неинвизер надеется на прок слизи. Ему жать нельзя. После первого босса следует коридор с гробами. Неинвизер бежит на пролом и прячется за этой стенкой. Терпеливо дожидается, пока трэш до него дойдет. И после врывается в анхалише и включает тотем. Пылесосит сразу всех. Инвизер же проскакивает трэш. Обходит гробы сначала посередине, потом слева, потом справа. И убивает второго босса слизью. Далее продвигаемся по коридору. Инвизер проскакивает пачки и не расслабляется на паучках. Неинвизер прокает слизней и убивает всех. Выйдя на мост над водой, прокайте слизь на черве и убивайте ей весь стак нетопырей. Либо проскочите их, если представится такая возможность. Затем убиваем второго червя и идем к боссу. Оба убивают его без тотема. Далее инвизер должен использовать обилку мобильности своего класса, чтобы пробежать между двумя паучками. А затем он вступает в бой с привратниками. Второй просто убивает весь трэш на пути к нерзулу. После мультика вы уже в полете можете жать тотем и убивать орка. После этого возле трупа появится портал, что перенесет вас в начало подземки. Выходите, обновляйте и повторяйте все снова. В Некрополь, по сравнению с другими донжами, ходят значительно реже, но он все равно выделяется своей лут-таблицей. Например, Садана единственный первый босс с плащами и шеями, и ее можно для этого тела ставить на фарм. Помимо этого, отсюда падают следующие хорошие эксклюзивы. Со второго босса падает камень теней Селителя Бездны. Прожимной аксессуар для кастеров, позволяющий существенно бустануть ваш крит. Также с него падает окровавленная Лебардан Халиша. Аналог пушки с Крушто для силовиков. Но на Триале много других двуручек, которые будут лучше. Мы не рекомендуем ее фармить. Также хантам стоит воздержаться от выбивания с Коттибрюха длинного лука Костезуба. С оставшихся двух донжей будут падать пушки посолиднее. Тринька от Росток Косттибрюха для силовиков тоже в топку. Зато с Нерзула падает посох Открывателя Порталов. Пушка накрит скорость для кастеров. На случай, если Верса и Искусность не ваши статы. Но, конечно, таких сборок мало. Что гораздо интереснее, так это ритуальный клинок Нерзула. Единственный данжевый кинжал для разбойников. Если вы Рога, вам придется заморочиться ради этих ножиков. Альтернативы Дренорки не предлагают. Понравился гайд на Некрополь? Тогда не забудьте поставить нашему гайду лайк, чтобы остальные ролики из цикла вышли как можно быстрее. Совсем недавно вышла в релиз официальная версия нашего сайта. Мы обновили на ней все гайды и сделали его гораздо смотрибельнее. Убедитесь в этом сами, перейдя по ссылке в описании. Все об одевании, профах и маленьких фишках там. Ну, а мы продолжим путешествовать во времени и выпускать больше видео на наш канал. Так что не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!